Друзья, всех приветствую на канале Вокруг Стерео и хотел бы немножечко показать, что пришло мне в последнее время из покупок в сфере аудио. И начнем, наверное, вот у меня лежат какие-то операционники. Я не вижу, что это такое. Возможно, это для каких-то моих вариантов проекта или, скорее всего, для того, чтобы попробовать другие операционники в FX-Audio и FX502S Pro, прекрасный усилитель в классе D, который стоит очень-очень дешево, либо, может быть, в 3E Audio. Посмотрим. Я не обладаю настолько орлиным зрением, поэтому, ребята, пользуюсь вот такими вот увеличительными. Так, это у нас LM6172IN. Да, это я помню, это я покупал в Чип и Дип. Да, они мне показались мутноватые достаточно, но неплохие, но мутноватые. И здесь у меня тогда 1543 каким-то образом затесалось. Надо их отделить. Классная вещь. Пользуюсь. Без нее даже не мог прочитать, что на них написано. Итак, это LM6172. Ну, неплохие АУшки, но надо прозрачнее, чтобы они были все-таки оригинальные. А здесь вот, да, 1543, это ЦАП. Далее, потом я на Алиэкспресс покупал вот такую вот вещь. А что это такое? Это, ребята, переходничок. Дело в том, что наушники для телефонов или петлички, когда я рассказываю о каких-то вещах, эти петлички, они имеют обычно под телефоны 4 раздела. Если вы его подключите к компьютеру, то он просто нормально не работает, фонит и так далее. Вот через вот эти переходнички вы можете подключать телефонные петлички или какие-то другие вещи, наушники, да, отлично будет. И у меня есть такая беда, что я забываю, что все это подключено, встаю вместе с петличкой или там вместе с какими-то другими вещами, и вот эти штуки отламываются. И вот я аж две купил, они стоят каждая по 70 рублей. Ну, не сказать, что это дешево, а вот 155 рублей отдал, но без них никуда. Тоже такая интересная вещь. Далее, это местная посылка. Это мне, я помню, пришли Музи с 8-2-20, все, я так понимаю, давайте посмотрим, как это тут выглядит с посылкой из России. Это я точно вот брал, чтобы в FX-Audio и в 3E Audio попробовать, это акционички. Больше ничего там нету. Нет, больше там вроде бы ничего нету. Главная цель какая? FX-Audio, FX-502, ESPRO шикарно звучит, D3-Audio шикарно звучит, но если я смогу еще повысить качество звука, и, знаете, даже не в качестве, что детальнее, потому что там детализации вот так вот, море в обоих случаях, а получить еще большее богатство и избавиться от небольшой сухости звука, то все. Это будет must-have рекомендация, я всем расскажу, как лучше сделать. Так, что-то непонятное, какой-то, наверное, ноу-хау по упаковке. И так, ну да, тут у меня два... 2-89-20-B03. Ну, классно, это DIP-8. Да, это классно. Это вот то, что я хотел. Так, далее идем. Мне вот это вот интересует, потому что это похоже на кабель-канар красный, я его покупал, как раз вот последний раз у меня была трансляция, и я взял его, купил тоже. Давайте проверим. А тут даже что-то и не только, да, пришло еще что-то. Ладно, еще какие-то подложим пока. Я думаю, что это канар. Вот мне интересно, некоторые жалко, что они приходят не в металлическое плетко, как они заказывали, а не поймешь, что, да? Ну, давайте попробуем, что там мне пришло. Потому что я заказываю металлические оплетки, и мне всегда приходят металлические оплетки. И, ребята, да, я вот купил. Я купил. Я зашел, просто купил как покупатель, да? И я купил металлические оплетки, и мне пришло в металлические оплетки. Не пластик, металлическая оплетка в АБТ-шку. Ну, то есть, совершенно понятно, что это все тот же кабель шикарнейший, который я больше всего люблю. Я, ребята, это уже, наверное, шестой или седьмой раз, когда я такой кабель покупаю. Всегда такой у меня приходит. Другие жалуются. Я не знаю, в чем причина. Может быть, вы берете на каких-то распродажах. Может, применяете какие-то купоны, хотите схитрить. Я не знаю, в чем там дело, в общем, но... Я вот всегда, что... Может быть, бриллиантовый статус мой влияет. Я не знаю, они его видят, не видят. Сложно сказать. Но вот я всегда покупаю металлические оплетки Канары, и всегда получаю металлические оплетки. Случаи, когда меня обманули, не было. Но люди очень часто пишут, что им приходит не то. Мне, как вот, я сейчас распаковал, опять купил, 1170 рублей, по-моему, я его покупал. Аудиоаксессари, да, я вот рассказывал, похвалил, какой он классный, подумал, что да, мне тоже аж еще один нужен. Я пошел купил. И вот у меня он доехал. Также еще есть у Таймлес чего-то там тоже, у него тоже в металлической оплетке, и у Hi-Fi Store. Ну, тут, понимаете, я не знаю, может, сами как-то напишите. У меня такой нет проблем. Я вот что хочу, что купил, то мне и приходит. Я не знаю, почему такое происходит, что это там. Так, открываем следующее, что это такое, интересно. Интересно-интересно. Вот эти две коробочки, я знаю, что это такое. Это продукция от Тауа Дексессари. И еще, еще третья из коробочек, она еще пока, я так понимаю, не доехала. Так, ну, это тоже похоже что-то на операционники такой маленькой, но, может быть, это дискретики такие, потому что я еще дискретики. Я покупал типа Бурсон, что ли. Ну, не Бурсон, я не знаю, как они там называются. Мне похвалили, посоветовали, я взял, наверное, это они. Не знаю, что-то мне похоже. А, да, 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 да. Вот, точно. 4B, там все так как-то, 4D называется, да. Это тоже для усилителей, вот они, ребята. Так вот это выглядит. Говорят, очень классно звучат тоже в усилителях. И в ЦАПах попробую. В ЦАПах, в каких попробую? Я же еще купил, ну, типа, Intaco с двумя трансами, на SAB98 Pro, с Moos 8020 и так далее. И вот я туда бы его попробовал бы. И, как бы, и другие вот музисы, которые вот у меня... А, кстати... А, у меня еще есть операционники, друзья. Не показал. Вот тоже дошли. Музисы 01 и 02 фейки. Но люди говорят, что они прям, ну, фиг отличишь от оригинальных. Кто сравнивал с оригинальным, говорит, одно и то же. Ну, на слух, по крайней мере. Ну, то есть, говорит о том, что хорошо звучат. Но меня другое отжидало. Ну, здесь, во-первых, кроватки идут, да? А здесь вот, смотрите, их аж 8 штук. Четыре первых и четыре вторых. На самом деле, ребята, я ошибся. Потому что я посмотрел, цена 600 рублей, что ли, за... Ну, за вот... Я подумал, что за один. И я взял пару одних и пару других, да? Ну, и на 2 там, на 2 500 получилось. Оказалось, что цена 600 за пару. И не только за пару, а еще туда входят и вот эти вот кроватки позолоченные. Представляете, вот у меня тут их получилось аж 8 штучек. Ну, то есть, вообще, море для экспериментов. Ну, люди хвалят. Послушаем, насколько это оправданно. Как видите, сегодня вот очень много операционников дошло. То есть, вот этот вот канарый шикарнейший металлический. Я опять пришел, что хотел, то и получил. Ну, то есть, вот... Ему из 8920 из России покупал. Утверждается, что они оригинальные. Ну, я не знаю, честно говоря. Но, судя по цене, что-то это, конечно, странно. Сложно сказать. Ну, мне сказали, что они классно звучат. Мне вот это вот самое важное, а не как он называется. Классно, значит, классно. Так, ребята, переходим в следующую позицию. Вообще без понятия, что такое. Интересно. Интересно, интересно. Вот, кстати, относительно вот этих вот сэмплов, продуктов, да, 13 января, то есть, послезавтра, будет трансляция на live.alixpress.com. Если интересно, можете туда заходить, там будут разные купоны, скидки. Я буду их озвучивать. И можно будет подешевле купить. Что именно там, я пока не знаю. Мне еще надо будет его послушать, чтобы было понятно, что это все представляет. Так, ребята, ну да, это опять аушки. Ну, прям это нирвана из наушек. Из аушек наушек. Так, что это такое у нас? А, все-все, помню, что-то такое. Блин, так замази... Ззюканы они. Я помню, это я 1656, опа, брал, опа, 1656 и... И... По-моему, 627-е, что ли, я взял. Да, 127-е. Два 627-ых взял и два опа 616-56, потому что очень хвалили их. Как видите, ну, в общем, достаточно исчерпывающий набор аушек. Насколько там это все будет здорово звучать, насколько это все оригинально, это под вопросом. Но, друзья, я, знаете, вам хочу сказать, что некоторые говорят, там фейк, там это плохо звучит и все такое. Ребята, у меня вот были опа 2604 из Китая за 3 копейки, да, там. И были опа 2604 с чипа Дипа. И в какой-то момент я забыл, какие откуда. Просто я по звуках не могу определить. Я слышу, что это опа 2604 звучит, и все. Я не пойму, какие из них, какие. То есть я где-то не могу на слух определить. То есть я могу это определить, что это 2604, потому что у него характерный звук. А вот какой куплен в чип Дипе, какой в Али, я не могу. Ну, кроме того, что на Али я в два раза дешевле купил. Это второй момент. Может, они реплики делают, я не знаю. Ну, очень похоже по звуку, вот на слух, ну, практически одно и то же. Вот. Поэтому сложный момент. То же самое было с AD797. AD797 от Intaco в WhatsApp звучали ровно так же, как я отдельно в чип Дипе покупал AD797 по 770 рублей за штучку. Ну, то есть там 1800, что ли, у меня вышло там с доставкой. Как-то так вот. Поэтому я сразу просто предваряю вопрос, а ушки с Алиэкспресса стоит ли или не стоит. Купить, попробовать стоит. А вот понравится, не понравится, это вы уже сами решите. Ну, и дальше будете думать, потому что, ой, что-то коробочное. Прикольно. Боюсь я это все раскрывать так. Я и так уже порезался. Поэтому пытаюсь как-то... Вот у меня пальцы. Уже 3 минуты пытаюсь, поэтому пытаюсь минимизировать травмы. Так, ребят. Ну, да-да, тут вот что-то в коробке. Виборговская. Так, ну, скорее всего, это коннекторы какие-то. Потому что там ничего не грюкает. Мне кажется, там какие-то коннекторы. Но большие, наверное, они дорогие. О, какая интересная вещь. Нифига себе. Вау. О, какой он. Это я помню, это виборговский кабель. Ну, блин, разумные такие красивые. Вау. То, интересно, интересно. Ну, очень красиво. В общем, послушаю, расскажу. Если он очень хорош, то я, безусловно, его порекомендую. И 13-го можно будет скидочку, купончик получить. А, так, ну, здесь у нас, ребята, на колонке, это тоже, ну, явно, виборговские перемычки для колоночек. Тоже такая вот вещь. Тоже такая вот вещь. Ну, судя по цвету, это похоже серебро. Да, открутилась. Вот эти штучки, они вот часто откручиваются. Их надо сразу закручивать. Найду сейчас попозже. Это интереснее, да. Переходим ко второй коробочке. Я сделал перерывчик маленький, чтобы найти упавшую гаечку. Так, ну, тут что-то плотное. Так, большое и плотное. Да, тоже красота. Тут я гляжу. Ну, вот, виборговский явно кабель, силовой. Покрытие, ну, судя по цвету, родивое. Я бы, честно говоря, вот хотел бы для японской аппаратуры другие вилочки. Потому что у меня, все-таки, самая крутая аппаратура, чтобы японские конъекторы. Мне вот эти кабели приходится, ну, на более простых аппаратах проверять, как они работают. Так, дальше у нас что-то тоже очень шикарное. Я гляжу, это вообще серия такая. Какая-то вот голубая серия. Видите, ребята, вот. Ну, подробнее я все покажу на траншесе. А потом уже, когда все это прослушаю, я это сделаю в виде видео. Расскажу что-то интересного, что неинтересного. Вот, но здесь у нас, так что, ну, XLR-ки, да? Синенькие. Ну, надо слушать. Потому что вот просто по внешнему виду, ну, да, все очень красиво. Все аккуратненько сделано. Ну, надо слушать. Ну, вот серебряный кабель или вот медный дешевый V-BORG 93 мне прям вообще понравился. Потому что, ну, таких цен вообще я не знаю. Вот когда спрашивают, какой кабель посоветовать, ну, что прям такой must-have. И теперь я знаю, какой посоветовать. Это V-BORG 903. Это точно must-have. Так, а здесь, а, то есть это полная, это вся серия, да, у меня голубенький, я так понимаю, V-BORG. V-BORG же это, да? Надо почитать промо-материалы. А, ну, тут я смотрю, да, тут серебряное покрытие. То есть это явно, наверное, серебряный кабель, скорее всего. RCI-ка, да? Ну, тут же прикольно. Интересно сравнить с предыдущим V-BORG. Не знаю, тут вот надписи V-BORG, кстати, на вот голубой серии надписи V-BORG нету. Но это аудиоаксессари прислал, поэтому у меня есть большое подозрение, что это все-таки V-BORG. Но я могу ошибаться, я не знаю. Надо посмотреть. Там мне промо-материалы какие-то присылали и, как сказать, вообще посмотреть у них в продукции, как это хоть называется, что там написано. И послушать, конечно же. Ну, слушать я буду завтра. Сегодня я не буду слушать, скорее всего, уже поздно. Вот, ну, такая вот шикарная вот голубая серия у нас, полная. То есть я могу обвязать кабелем силовым, я могу RCI-ку подключить. Ну, прикольно. И вот буду экспериментировать с операционными усилителями, какой из них лучше. И вам, конечно же, обязательно расскажу, если эти АУшки, которых там куплено, ну, да, все-таки вроде бы они не очень дорогие, но в том объеме довольно-таки небольшой, не маленькой суммы получается. И все сделано так для того, чтобы выяснить, можно ли получить звук с вот этих вот усилителей класса D, еще лучше, или в ЦАПе можно ли еще больше улучшить качество звука. В общем, я это все туда вставлю, я это все послушаю и вам, конечно же, все это расскажу. И если я найду вариант, который лучше стока, я, безусловно, вам советую. Но тут, опять же, тут надо будет показывать, где я покупал, чтобы вы купили именно то, чтобы это воспроизводилось. Хотя даже вот, ну, относительно вот этого КАНАРа, да, там, вы почему-то не можете, как бы, попасть на такой же кабель, хотя у меня это элементарно получается. Я не знаю. Такой же кабель я когда-то брал, 2 800 отдавал, да, сейчас они там в районе, там, тысяч с небольшим стоят. Я помню, в старые времена там было, что 2 800, например, вот этот КАНАРа в металлической оплетке, и 1100, что ли, был в матерчатой или в пластиковой. Ну, там, они просто стоили почти в три раза дешевле. И у меня знакомый, Виктор, купил кабель как раз, и он был в матерчатой. И когда я к нему пришел домой, он говорил, смотри, такой же кабель, я гляжу, не такой. И он включил, и меня он, конечно, очень сильно разочаровал, потому что это был вообще не такой кабель. А вот это вот, это как раз вот такой кабель, металлическая оплетка. Ну, конечно, здесь вот самые короли, самое интересное, это вот эту голубую серию отслушать и оценить качество звучания. Ну, чем я и буду заниматься. Ладно, ребята, на сегодня все. До новых видео, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok